В 2022 году, 4 октября, ребенок с диагнозом микросефалия, атрофия полушария головного мозга. И на фоне гидросефалии у него образовалась гидросефалия и очень много дегенеративных изменений. Бимор Мис, сколько лет? Ничего? Бесчешь. Пять лет. Пять лет. Значит, бимор Мис, значит, микросефалия мухтеда, миеда емрлищ файда болу, гидросефалия хасыл богат, гидросефалияна ташкалина, бркатар, миеда токумаларны емрлищ лар бар. Бу, глиал токумалар дейдем, глиал хучайра дегену, миену азоқлантылыч хучайралар. Глиаля клетка, которые являются питательными клетками для головного мозга, то или терапическими называют. Они питают нейронов. Нейрон на азоқлантылады емкучайралар сағданам. Тоң мис, знаете, билл емкей, бурзы сужен, бурзы сужены, бурзы сарашенем. Цитархетердшіне центры недоразвиты. Недоразвиты. Поэтому здесь подтверждение проводящих путей очень сильно склерозированием. Здесь вот можно увидеть, что соотношение белого и серого вещества нарушено. Перевентикулярный или около желудка имеется дегенерация. Давайте поговорим насчет больного. Маму не снимаем, потому что вы должны контролировать, чтобы мы не обманывали маму. Расскажите, что вас беспокоило, сколько лет ребенку, который день вы находит на базе Тазахова. С вами доктор Джайлев, ребенок летит на базе Тазахова, санаторий Тазахова. Ребенку больше пяти лет, он не разговаривает, голову не держит, не сидит, не ходит, естественно. Но вот мы с 26-го тут, у него аппетит хороший стал, до этого он вообще не кушал, не могли его кормить. Сейчас у него аппетит хороший, он набрал. Это получается за пять лет он первый раз набрал килограмм. За пять лет, первый раз. Сколько времени уже находится здесь? Неделя, да? Неделя. Неделя. Думаю, когда мы приехали, у вас было пять, восемьдесят пять, да? Пять килограмм восемьсот пятьдесят граммов. А сколько сейчас в данное время стало? Шесть шестьдесят пять. Шесть шестьдесят пять. А, нет, шестьсот. 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 Шесть шестьсот. Да. Шесть шестьсот пятьдесят. Ну, в общем, где-то близко к килограмму за неделю набрали, да? И потом стало, лицо стало более такое свежее, потому что были очень складки. У ребенка был старческий вид, кожные покровы без жировой клетчатки были, без подкожно-жировой клетчатки. И вот тяжелое состояние было. Внимание почти было такое неустойчивое. Сейчас мы тоже увидим, за неделю очень хорошее изменение. Можете головный убор убрать. Больше но очень, да? Так. Я, наверное, могу сказать, что все здесь. Вот что увидели насчет руки, ноги? Пока нет. Пока нет. Тогда я вам скажу. Руки стали, пальцы, кисти стали более открытыми, и более теплыми, и более сухими. Потому что у него был все время сжатым состоянием, и сухой был. Влажный был. Это вот первые признаки должны. Спастика есть или нет? Ну, есть, но меньше стало. Но меньше стало. Сейчас мама говорит, что мы получали плацентарные стволовые клетки. Вот учтите, стволовые клетки бывают один. То есть, одинаковые они все, стволовые клетки. Но по виду получения, по способу получения, они бывают разные. Стволовые клетки бывают в плацентарной крови. Стволовые клетки бывают в трубчатых костях или где-то, в костном мозге бывают. Стволовые клетки бывают в коже. И вот поэтому в зависимости от той местности, где получили, их различают. Но они по строению, по характеру, они все одинаковые стволовые клетки. И все они выполняют один и тот же клетку, которая регнирует ткань. Функция стволовые клетки восстановит умерщий тканин в наших панихоматоз или других органах. Аллах шпас не забывайте, дай богамы заработали. Думаю, она хучариларды, думаю, вазифа, Турлы, 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 коп, диапи, она хучариларды битты труба. Хамас и она хучара, фақат, он лишь услугу гақарат. Э lässtе provide облокия kötü кровілік рămны, И ноябе модель thank you to because of our hair contractors В данном ребенке анамнезе именно сливы стволовые клетки. Они три раза получили стволовые клетки через вену. Продолжение следует. 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 Так что будет очень много хороших изменений в будущем. И это за 5-10 лет. Сегодняшняя сказка завтра уже будет явью и станет, скажем, старым. Поэтому медицина, конечно, развивается. Правильно поставленный диагноз и правильный результат. За 5 лет он не набрал ни одного грамма. За 5 лет набрал ни одного грамма и вот за 7 дней набрала, скажем, где-то около килограмма. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.